здравствуйте дорогие друзья на библейский портал экзегет пришел следующий вопрос очень интересно между прочим творческие таланты наработанной при жизни умение создавать произведение искусств или просто хорошо делать работу останутся ли с нами после смерти или будет отнято вообще все кроме памяти земной жизни состояния души вообще памяти земной жизни тот еще вопрос сохранится ли она вероятно сохранится ведь как то же мы будем узнавать друг друга святых которые молимся родственников которые умрут после нас или умерли задолго до того как мы родились какое-то узнавание будет происходить но как и понимаю не будет такой привязанности друг другу как сейчас господь говорил что царствие божие не женится замуж не выходит живут как ангелы на небесах любовь будет всяческая во всем господь который с любовь будет во всем и все в нем любовь от привязанности знаете ли отличается бывает очень чуть очень сильно привязанность может быть болезненным любовь нет но просто другом останутся ли сна наши творческие качества как говорят отцы наша способность творить правда не так как бог творит из ничего из подручных материалов способность к творческому деланию это одна из составляющих нашего образа божьего по которому мы созданы свобода творческие усилия творческие возможности это все то что делают нас богами по благодати с маленькой буквы конечно то что является частью обожжение правда мы иногда творим а иногда вытворяем чаще второе уж в раю точно вытворять не получится а как-то творческие способности использовать конечно думаю мы сможем и зачем-то господь создал такое невероятное количество вселенных с миллиардами планет которые тоже будут преображены так же как и наша земля как об этом пишет апостол павел апостол павел пишет конкретно нашей планете не пишет других галактиках только потому что священописание не учебник по астрономии если писать о том подробно всему миру не вместить бы их санных книг пишет апостол иван богослов так что думаю в вечности будет много чего для нас интересного такого интересного что апостол павел об этом пишет что глаз человеческий не видел ухо человеческое не слышала на сердце человеческое даже не приходило то что господь уготовала любящим его вот что-то совершенно невообразимое и то что мы здесь приобретем развитие наших творческих способностей развития любви это те качества которые позволят нам максимально радостно и счастливо жить в вечности чем больше здесь посеем чем больше здесь разобьем тем интереснее будет там потому что вечности можно быть совсем глухом черном пустом и тоскливом состоянии души поэтому развивайтесь умножаете любовь и путь все то творчество чтобы совершаете приносит людям радость утешение и счастье и счастье помните что в триаде добро красота и истина должны быть все составляющие без одна одной из составляющие до триады то что вы делаете не будет полезным хорошим и правильным праведным но если у вас нет талантов к иссяканию из мрамора великолепных статуй и цветов то не огорчайтесь можно талантливо вязать носочки садить тюльпаны вышивать бисером рисовать какие-нибудь занятные картинки в тетрадках своих деток аминь и богу слава внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео и и и и и и и и